Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ты такой невнимательный У твоей девушки из-за усталости начались проблемы с печенью Если так продолжится, то у неё может быть рак печени Забыл свои макеты и убежал Это всё из-за янься Она упала в обморок, поэтому мне пришлось уйти Поэтому ты даже не позвонил мне Срочно уехал Я никогда тебя таким не видел Ты так заботишься о той девочке Я неся упала в обморок и отвёз её в больницу Упала в обморок? Что случилось? Врач сказал, переутомление вызвало дисфункцию печени Она скоро проснётся Точно Не говори ей, что это я привёз её сюда Ты веришь в судьбу? Я и ты встретились случайно Что-то привело меня к тебе Я верю в судьбу А ты? Неужели это всё и мочень? Всё кончено! Мама, я скоро буду, ничего не делаешь Жди меня Ты ещё не сдала макеты? У меня дома проблемы, мне нужно идти Алло, Цайнин? Янься без разрешения ушла с работы Хорошо, я разберусь Это правда срочно Мне нужно занять ещё немного Ладно, рассчитайте проценты Алло? Алло? Я только сейчас смогла дозвониться Вы же дружили с моим отцом Помогите мне Мой отец потратил полжизни на этот магазин Чтобы не потерять всю Хотя бы 500 юаней Алло? 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 Продолжение следует... Пять миллионов. Для меня это большая сумма. Я не потяну. Неужели я могу только смотреть на то, как традиционное ремесло будет вытеснено современными технологиями? Папа. Прости. Янься, ты не сделала макеты и ушла с работы. Ты нарушаешь договор. Директор Дин, если ты хочешь подать на меня в суд за воровство и за нарушение договора, пожалуйста, подавай. Мне всё равно. Ты не боишься потерять свой магазин? Я уже его потеряла. Что случилось? Директор Дин, мне не нужна твоя забота, тем более твоя жалость. Я не хочу, чтобы ты лез в мои дела. Янься. Ты понял меня? Как только ты появился, у меня начались неприятности. Я не твоя игрушка. Я не буду исполнять твои прихоти. Да, моя семья бедная. У нас нет денег. Но у меня есть гордость. Если у тебя есть совесть, пожалуйста, уходи. Сохрани остатки моего достоинства, хорошо? Если я потеряю талантливого дизайнера, это будет моя вина. Диай снова впадёт в кризис. Что делаешь? Не стоит так долго смотреть в компьютер. Посадишь своё зрение. Не надо меня запугивать. Мне не нужна твоя фальшивая забота. Я сейчас занята. Моя жизнь может скоро измениться. Если интернет-знаменитость может стать богатой, то моя работа доставщиком не даст стать мне успешным. У меня нет времени обсуждать твою нищету. Уходи. Ладно. Пока ты совершенствуешь свою жизнь, я буду упорно работать курьером и стану успешным. Объём продаж этого сезона достиг цели почти в последний момент. Директор Дин, нужно так же успешно закрыть ещё два сезона. Тогда у Диай есть шанс стать успешной. Но до меня дошли слухи, что в дизайнерском отделе есть проблемы. Макет дизайна был сдан только вчера. Директор Дин, ты нам объяснишь ситуацию? Что именно происходит? Моя цель, чтобы Диай повелась на рынке. Поэтому, уважаемые спонсоры, не сомневайтесь во мне. Что касается макетов дизайна, я верю, что всё будет сделано в срок. Если у вас больше нет вопросов, то собрание окончено. У меня ещё есть дела, нужно идти. Этот пацан слишком высокомерный. Он не выражает должного уважения к нам. Не стоит ругаться с молодыми. Подождём, пока Диай выйдет на рынок, и потом ещё раз поговорим. Три недели на сдачу проекта. За это время тебе нужно успокоить их. Понял. Алло, Мучень, как дела с Линшань? Всё нормально. Я надеюсь, она скоро прибудет на работу. Спасибо тебе, Мучень. Ты такой вежливый. Ладно, ты занят. Заходи! Пришёл посмотреть на продажи? Не волнуйся. Рано утром я уже продала сто вещей. Нет. Я отдал эту задачу тебе, я спокоен. Помоги мне, что случилось у Янься. Янься не пришла на работу? У неё что-то случилось. Ты должен лучше меня понимать ситуацию. Насчёт её проблем. Почему сам у неё не спросишь? Уже спрашивала. Она сразу выгнала. Вы как молодожёны всё не можете поладить. Не волнуйся, я всё разознаю. И потом расскажу тебе. Спасибо. Алло, Усяо. Мам, почему ты такая подавленная? Что случилось? Мама, не молчи. Кто издевался на тобой, я всё сделаю ради тебя. Это моя сестра? Скажу ей, чтобы она вернулась. Не надо. Сядь. Это я провинилась перед ней. Обычная ссора. Не принимай ничего близко к сердцу. Сестра очень добрая, она не обратит внимания. Она не придаст значения. Но я принимаю всё близко к сердцу. Мама, что случилось? Украли пять миллионов? И не пожаловались полиции? Жаловались. Но даже если его найдут деньги, их уже не вернуть. Если за эти деньги не оплатить задолженность, этот магазин и наш дом заберёт банк. Вас в семье три человека, вы же не можете остаться на улице? Я совсем справился. Вот чек и карта. Прости меня за мою просьбу. Каждый раз я тебя напрягаю. Вэньсяу, мы же старые знакомые. Я всегда готов тебе помочь. Такой риск — это не игрушки. Знаю. Уди Ай. Скоро всё будет хорошо. Что такое? Снова проблемы? Прости, мне нужно ответить. Алло. Алло. Что случилось у Янься? Мама Янься потеряла пять миллионов. Через несколько дней нужно платить расходы. Если не заплатят, магазин и её дом заберёт банк. Только ты можешь ей помочь. Ладно, я понял. Судя по твоему лицу, в этот раз случилось что-то серьёзное. Я не буду тебя доставать. Сам всё хорошо обдумай. Подожди. Только ты сможешь помочь мне. Не вопрос, старый товарищ. Директор Дин, почему вы так неожиданно покинули собрание? Ты сейчас оставишь свою работу и пойдёшь узнаешь, в каком банке мама Янься взяла кредит. Как я это сделаю? Неважно, как мне нужен результат. Понял. Очень сложная ситуация для меня. Очень сложная ситуация для меня. Алло, здравствуйте. Алло. Скажите, владелец магазина «Мимулётные годы» на месте? Это я. Хорошо. Я сотрудник из банка. Звоню насчёт кредита вашей мамы. Вам нужно прийти к нам, предоставить доказательства. Хорошо. Я скоро буду. Что такое? Мне позвонили из банка, сказали прийти к ним. Может, они увеличат мне срок выплаты. Посмотри за магазином. Я пошла. Стой! Продолжение следует... Алло. Алло, директор Дин. Я нашёл. Это в банке Пиньяни. Молодец, Джоу Тинь. Счёт под номером 4370. На вашем счёту 3,5 миллиона. Я пришёл вовремя. Обычно так поступает один Ван Сяо. Ты не такой же? Я другой. Почему я пришёл вовремя? Потому что я джентльмен. И не могу позволить, чтобы девушка меня ждала. Садись. Хоть я и повлиял, чтобы Ян Ся работала здесь, это всё ради Ван Сяо и разрешения кризиса в Диай. Также я хотел, чтобы у тебя был стимул для развития. Если ты будешь одна помогать Ян Сяо решить проблемы компаний, тогда можно уволить Ян Ся из Диай. Я не буду возражать. Но ты должна хорошо постараться. Заставь их понять, что твой дизайн будет востребован. Таким образом, я надеюсь, спонсоры поддержат тебя. Выдвини свои требования. Я всё сделаю. Я не позволю себя заменить в Диай. Я верю в тебя. Скоро начнётся. Хороший спектакль. Директор Му? Где Ян Ся? Она сдала макеты? Нет. Она сказала, что уйдёт на два дня из-за проблем дома. Уже два дня не приходит на работу. А где директор Дин? Он ничего не делал? Нет. Директор Му, вы несколько дней не ходили на работу, и в компании началась паника. Все отделы давят на наш отдел, торопятся дать новые дизайны. Хорошо. Я поняла. Что такое? Что тебе сказали в банке? Банк сказал? Что они мне не звонили. Это точно были мошенники? Обманули тебя. Теперь твою маму. Неужели ты выглядишь так, что тебя можно обмануть? На твоём лице написано, что ты дурочка. Кажется, они хотели меня обокрасть. Но у меня ничего нет. Директор Му. Где директор Дин? Директор Дин? Он занимается личными делами. Скоро вернётся на работу. У вас что-то срочное? Нужно выкрутиться. Нельзя, чтобы директор Му узнал о его делах, что всё это ради Янся. Иначе будет катастрофа. Алло, Джоу Тинь. Директор Дин. Акционеры собрали собрание. Вам нужно срочно вернуться. Хорошо, еду. Алло, Мо Чень. Пожалуйста, скажи Янся, что её проблемы решены. Пусть срочно вернётся на работу. Ей нужно закончить свои макеты. Подожди. Какие проблемы? Я ничего не понимаю. Я объясню тебе всё позже. Я знаю. Все здесь давят на отдел дизайнеров. У вас есть сомнения насчёт производства? Таким образом, в дизайне следующего сезона будут участвовать все отделы. Все возьмут на себя ответственность за судьбу Диаи. Это хорошее предложение. Как же это реализовать? Некоторые мои макеты были улучшены новым дизайнером Янся. Мы достигли цели в прошлом сезоне. Но директор Дин, наоборот, усомнился в моих макетах. Поэтому я хочу посоревноваться с Янся. И остальные решат, чей дизайн лучше. Какие правила у соревнования? Эстетика. У всех она разная. Чтобы всё было справедливо, соревнование будет состоять из трёх этапов. Первый – макет. Второе – техника. Третье – затраты и прибыль. Голосование будет проходить тайно. А итоги подведёт. Директор Дин. Если Диаи сможет выйти на рынок, решение должно быть чётким. Тот, кто проиграет, покидает компанию Диаи. Нам нравится твоё предложение, директор Му. Директор Дин, что думаешь? Эти вещи я не хочу продавать. Но я не знаю, где их оставить. Можешь у меня? Твоя квартира небольшая. Точно можно оставить у тебя? Конечно, можно. Оставишь в комнате Джэн Сюэ, а он поспит на диване. Но. Никаких «но». С ним всё будет нормально. Давай начнём всё собирать. Нужно успеть всё сделать до завтра, пока банк не пришёл. Жди меня здесь. Я найду помощь. Алло, Жень Сюй. Ты свободен? А что? Ты хочешь пригласить меня поесть? Нужна твоя помощь. А потом поедим. Судя по твоему тону, помощь от меня будет непростая. Но. Раз мы сожители. И уже долго живём под одной крышей. Помогу. Сюймачень. Сюймачень? Алло. Эти женщины. Такие странные. Что ты здесь делаешь? Я как раз ищу помощь. Для Ян Ся? Ага. Ты не только красивый, но и умный. А где Ян Ся? Внутри. Он и со спины, красавчик. Почему тут так чисто? Неужели? Мимолетные годы переезжает. Нет. Он закрывается. Закрывается? Я должна банку пять миллионов. Поэтому он завтра придёт и заберёт магазин и наш дом. Так вот о чём беспокоился Вань Сяо. О долге Ян Ся. Возможно, ещё не всё потеряно. Твой долг банку уже погашен. Погашен? Да. Спасибо тебе большое. Ты же меня не обманываешь? Разве мне есть от этого выгода? Ну да. Тебе нет смысла меня обманывать. Сюйма-чане. Я очень тебе благодарна. Ты помог мне, хоть это и долг моей семьи. С сегодняшнего дня ты можешь заказать здесь любую вещь для себя. Не волнуйся. Пять миллионов я обязательно тебе верну. А что касается процентов, мы можем как-то договориться. Договориться. Об этом поговорим потом. Сейчас тебе нужно идти на работу. Тебе нужно закончить макеты, чтобы Дин Вань Сяо тебя не выгнал. Поняла. Дин Вань Сяо тебя не выгнал. Алло. Алло, сестра. Что будем делать? Всё уже разрешилось. Как это? Это же пять миллионов. Я потом тебе расскажу. Пока. Что? Она совсем разобралась? Это же пять миллионов. Где она их взяла? А я откуда знаю? Она сказала, вернётся, расскажет. Я? Ян Ся. Она же не сделала ничего плохого. Невозможно. Мам, ты же знаешь нашу Ян Ся. Она ничего не сделает плохого. Но тогда как? Лин Шань, я знаю, тебе не нравится Ян Ся. На собрании акционеров ты выдала предложение о соревновании с ней. Таким образом, ты заставляешь людей чувствовать себя неловко в коллективе Диай. Это справедливое соревнование. Не волнуйся о мнении других. Неужели ты боишься, что я проиграю? В данной ситуации не важно, кто выиграет, а кто проиграет. Главное – это развитие компании Диай. Если твой дизайн соединит с дизайнами Ян Ся, то я буду уверен, что в следующие два сезона у Диай не будут проблем. Успехи Диай на сегодняшний момент – это всё благодаря мне. Я не хочу в решающий момент отдать всё кому-то другому. Лин Шань. Вэн Сяо. Неужели ты не замечаешь ничего? Тогда я помогу тебе увидеть. На сердце тяжело. Не правда ли? Если ты правда стараешься ради Диай, тогда жди результатов соревнования. Не забудь о подведении итогов. Простите, простите, простите. Меня не было на работе два дня. Сегодня я сделаю десять макетов. И тогда этот парень не уволит меня. Ян Сяо, директор Му. Тебе не нужно доделывать свои макеты. Хорошо, подготовься к трёхдневному соревнованию. Что за соревнование? Спроси у директора Дина. Он тебе всё объяснит. Что происходит? Этот способ может простимулировать Ян Ся. Директор Дин. Мне директор Му сказал о соревновании. Что происходит? Ты готова отдать ответный бой? Нет. Директор Дин. Мне не нужны соревнования. Я уже знаю их итог. Я сдаюсь. Чего хочешь добиться своим магазинам? Чтобы сохранить традиционное мастерство. Ты подала своё резюме в Диай. Директор Дин. Я сейчас прохожу анкетирование. Ты хочешь продолжить распространять традиционное мастерство в Китае? Это твои догадки. Всё так. Но ты их не отрицаешь. Ты хочешь стать знаменитым дизайнером? Если да, тебе нужно показать все свои умения. Доказать для себя. Алло, мам. Представляешь, наш долг в 5 миллионов был погашен. Я спросила, кто это сделал. Но работник банка сказал, что это засекреченная информация. Поэтому... Янся, скажи, кто это сделал? Сюима Чэнь. Сюима Чэнь? Это зятёк, которого я видела. Мама, прекрати так говорить. А как мне ещё говорить? Ты говорила, что не нравишься ему. Но он оплатил наш долг. Хватит уже. Я вечером не вернусь. Ужинайте без меня. Пока. Ай-я! Я ещё не договорила. Она такая... Стеснительная. А я, кажется, не ошиблась в выборе. Сюима Чэнь. Выглядишь хорошо. Кажется, на собрании ты решила устроить соревнование. Спасибо за твои советы. Таким образом, я смогу избавиться от Янся. Янся не так уж и плоха в своём деле. Ты думаешь... Вэнсяо примет меры с Янся. Я ничего такого не говорил. Неперевираемые слова. Не важно. В этот раз я правда благодарна тебе. Я приму твою благодарность. Лин Шань. Ты и я очень разные. Ты... Главный дизайнер компании. Судьба компании в твоих руках. Но у меня всё не так. Я всего лишь модель. Я просто надеваю твою одежду. И поэтому нахожусь в центре внимания. Я... Существую благодаря тебе. Я не хочу, чтобы ты и Вэнсяо ругались из-за меня. Тебе нужно хорошо подумать о ситуации в Диай. Лин Шань на собрании выдвинула предложение соревноваться с Янся за дизайн следующего сезона. Есть конкуренция, значит будут новшества. Также тебе не нужно будет волноваться. Проблема в том, кто проиграет, тот покидает Диай. Какое жестокое условие. Ладно. Я помогу тебе поговорить с Лин Шань. Не надо. Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы увидеть все умения Янся. Но уволить из Диай не очень хорошая идея. Алло. Хорошо, завтра встретимся. Ты, как всегда, занят. Это хорошая возможность для традиционного ремесла. Но у меня маленькие шансы. Но я должна выложиться по полной. Лин Шань на собрании. В этот раз я не заметил ничего подозрительного. Единственное, что я увидел, он и главный дизайнер Диай сблизились. Ты говорил, что Сюй Мэ Чэнь довольно романтичен. Он ухаживает за Му Лин Шань, тратит на неё свои деньги. Я продолжу слежку. Если выйдет, что Сюй Мэ Чэнь вор, то я это точно замечу, как пожелаешь. Сюй Мэ Чэнь вор, Нес Ити, Нес Ити, Нес Ити. Зачем ты орёшь с утра пораньше? Мои надежды уничтожены. Нет, что? Мои надежды разрушены. Снова? Почему они разрушены? Сюй Мэ Чэнь помог Ян Ся, оплатил долг в пять миллионов. Что? Сюй Мэ Чэнь оплатил долг Ян Ся в пять миллионов. Разве это не означает, что она ему нравится? Иначе зачем ему так поступать? Оплачивать её долги? У Ян Ся такие серьёзные проблемы. Почему я о них не знал? Потому что кроме Дин Вэн Сяу никто бы ей не помог. Ты бы не смог помочь. Что ты несёшь? Они все знают. Только я ничего не знал. Они что, лучше меня? Постой. Твои слова кое-что напомнили мне. Об этом деле знал только Дин Вэн Сяу. Почему я рассказала ему о помощи Ян Ся в итоге получила от Сюй Ма Чэня? Что-то здесь не так. Между ними есть какая-то тайна. Надо подумать и расследовать этот случай. Думай! Директор Дин! Я готова. Я решила участвовать в соревновании. Мне понравились твои слова. Если я хочу стать дизайнером, я хочу использовать традиционное мастерство в дизайне. Пусть все люди в мире узнают о нём. Не важно, что будет в итоге. Я постараюсь изо всех сил. Покажу все ценности моего ремесла. Директор Му. Правила соревнования. Директор Дин Аник тебе рассказал? Да. Хорошо. Тема конкурса «Мужской стиль». Жду с нетерпением твоих работ. Джоу Цинь, зайди ко мне. В этом соревновании будут голосовать все сотрудники ДиАй. Но мне нужно пять судей. Директор Дин, кого вы хотите в качестве судей? Хорошо, я всё сделаю. Стой. Скажи, чтобы цианин зашла ко мне. Хорошо, директор Дин. Так ярко! Вдруг я загорю, что же делать? У тебя всё равно никогда не будет белой кожи. Так что загар не страшен. Будешь красивым уголиком. Для здоровья солнце полезно. Знаешь, почему у тебя нет девушки? Потому что у тебя поганый рот. Почему же? Это красноречие. У тебя воняет изо рта. Воняет? Кажется, совсем немного. Да что такое? Ты меня пугаешь. Я утром торопился. Забыл почистить зубы. Грязнуля. Почему это? Следи за собой. Иначе твоё трёхразовое питание аннулируется. Это прекрасная девушка. Почему она в ДиАй? Му Лин Шань. Ты знаешь её? Ты не знал? Она главный дизайнер ДиАй. И смертельный враг Ян Ся. Получается, она дизайнер. Это неудивительно. Что неудивительно? Ничего. Ты не видел девушек? Ты так взволнован. Так пристально смотришь. Не забывай о нашем плане. Не волнуйся, я не забыл. Я спасу тебя от несчастной любви. ДиАй. Цайнин, эти несколько дней я должна буду готовиться к соревнованию. Возможно, не смогу приходить на работу. За предоставленные неудобства прошу прощения. Ты правда думаешь, что ты сможешь выиграть директора Му? Хоть у меня нет академического образования, но у меня много опыта. Поэтому? Поэтому ты думаешь, что сможешь выиграть. Я не это имела в виду. Я не выиграю директора Му. Но я буду стараться изо всех сил. Раз ты не уверена в своей победе, почему просто не сдашься? Даже если мои шансы на победу всего лишь один процент, и в конце я всё равно проиграю, я всё равно выложусь на полную. Это хорошая возможность представить традиционное ремесло. Цайнин, директор один просил тебя зайти к нему. Хорошо, подготовься. Как думаешь, дизайн Яниси Айли Линшани? Одержат победу. Конечно же, директор Му. Почему же? Все эти годы Ди Ай существует благодаря директору Му. Благодаря ей наш бренд стал известным. К тому же дизайны директора Му следуют мировой моде. Она чувствует тенденцию моды. Поэтому Янся обязательно проиграет. В твоих словах есть смысл. Но я с тобой не согласен. Директор Дин. Директор Му получил образование на Западе, поэтому её макеты следуют будущим тенденциям моды. Но за последние два года китайский рынок быстро вырос и стали популярны изделия в китайском стиле. В этой сфере директор Му слаба. И это преимущество для Янся. Один дизайн труднодосягаем, другой универсальный. Какой ты выберешь? Я... Я надеюсь, ты хорошо обдумаешь ответ. Можешь мне не отвечать? Цайнин, ты не должна надеяться на то, что директор Му проиграет соревнование. У неё есть все шансы победить. Для тебя это шанс к успеху. В этот раз уже ты меня искала. У меня есть шанс. Я надеюсь на соревнование. Ты будешь моей моделью. Я думаю, это нечестно. Будучи главным дизайнером ДиАй, ещё с главной моделью, у Янся нет шансов. Ты волнуешься о ней? Нет. Я не это имел в виду. Это просто взгляд со стороны. Я надеюсь, что выиграешь ты. Но как обычный сотрудник, я бы хотел, чтобы это было честное состязание. Мне нужно всё обдумать. Я тебя не принуждаю. Как подумаешь, сообщи мне. И это всё? Ты куда спешишь? Готовиться к соревнованию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 每个人,每个画面都让我们 在这个夜晚,感觉很美 听说天不够黑,别焦急入睡 那些想见的人会慢慢出现 星星到晚美,我不想浪费 这个世界和自己聊一聊天 听说天不够黑,别焦急入睡 那些恨过的人会慢慢出现 我还不会累,我还不想睡 只要红红烈烈度过 这迷人的眼 想到这里 突然进去 打开了冰箱 雨还在睡 我不想闭 我不想闭眼隔绝 整个世界 要疯疯活活享受 夜 听说天不够黑,别焦急入睡 那些恨过的人会愿愿完美 我还不会累 我还不想睡 只要红红烈烈度过 这迷人的夜